10 марта 1959 года жители Тибета выступили с решительным протестом против вторжения Китая в их регион. Погибли тысячи человек. Отмечая 58-ю годовщину народного восстания, активисты из Литвы предлагают создать в парламенте группу, которая на политическом уровне могла бы отстаивать права и свободы тибетского народа. Плакаты так и гласят «Мы радуемся свободе Литвы, но не будем забывать о Тибете». Помитинговав у парламента, группа переместилась к посольству Китая в Вильнюсе. Лай свят Тибету! Лай свят Тибету! Лай свят Тибету! Лай свят Тибету! В 2013 году Литву посетил духовный лидер Тибета Далай-Лама. В Вильнюсе он провел встречу с президентом Далей Грибаускайте. После его приезда между Литвой и Китаем ухудшились отношения. Лишь через полтора года КНР сделала официальное сообщение о том, что страна готова развивать дружественные отношения с нашей республикой. Власти Литвы охотно согласились и спустя многолетние переговоры даже добились открытия китайского рынка для некоторой литовской продукции. Правда, экспорт в Поднебесную ручьем пока не потек. Как и транзит китайских грузов через Литву в Белоруссию, строительство внешнего порта и другие инвестиции. Продолжение следует...